Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 31 мая 2021 года. Я продолжаю тему Урфин Джуса и его солдата. Я делала фильмы Шарикова 19 века. Во многих своих фильмах я намекала о том, что с людьми в 19 веке что-то не так. Мы изучали фотографии. В конце апреля этого года и в начале мая мы посетили Псковские земли и многие мемориалы. Я ездила на объекты, о которых потом сделаю фильмы. И мы приезжали в концлагерь по Псковской земле. И вообще вся эта Псковская, Новгородская, Ленинградская область, она буквально усеяна. Она братскими могилами. Там всё в костях, там всё. Там всё говорит о войне. То есть она никуда не делась, она никуда не прошла. Я обратила внимание и на памятники в том числе, но это отдельный обзор сделаю. К какому выводу я пришла? Я пришла к страшному выводу. Если раньше я просто не понимала, что такое происходит, то сейчас я абсолютно точно знаю, что вот эти миллионы загубленных жизней, и то, что мы не возвратились к исходному состоянию, не восстановились после той войны. Виноваты в этом не только твари, нелюди, которые живут с нами бок о бок. О них пойдёт речь немножко далее в этом фильме. Но и о системном предательстве из народа, людей из народа, или которые с нами живут бок о бок, которые ради собственной шкуры, ради собственной власти, ради того, чтобы жить вот на своих нижних вибрациях, своих нижних хотелок, похоти, еды, шмоток, барахла всевозможного, этих брюликов, ради всего этого они положили жизни многих-многих людей. Они пошли на системное предательство с тварями, с нелюдями. И, к сожалению, это один из таких людей, который, может быть, вот сейчас шквал негодова не будет, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Один из таких людей, который мы считали героем, это, конечно, Жуков, маршал Жуков, который тоже совершил системное предательство. Может быть, даже больше, чем Власов. Если Власов оценено, то Жукова только сейчас раскрываются документы. И очень многое рассказал об этом историк, военный историк Арсен Мартирасян, написал книги. Там однозначно понятно, что Жуков был в сговоре с предателями. И Жуков выполнял план Тухачевского. И вот эти все жертвы, вот эти все огромное количество бессмысленных потерь, в том числе и на совести Жукова. Ну и Хрущева, в том числе, потому что они совершили государственный военный переворот на 20-м съезде КПСС. Рассуждения на тему Великой Отечественной войны. Конкретно Георгия Жукова, его коллаборационизм, вопрос о том, сколько Жуков сам расстрелял и расстреливал для того, чтобы люди не сдавались в плен. Ну, такая мотивация была, что он был очень жесток, очень крут, что он расстреливал бойцов, которые слабые духом, чтобы не сдавались массово в плен, чтобы наступали и так далее, и так далее. То есть он сам очень жестко проводил репрессии на фронте. И казалось бы, ну, правильно. То есть иначе нельзя, иначе не защистишь свою землю. То есть если население, которое живет на этой земле, на которой идет фашизм, массово сдается в плен, но опять-таки вопрос, какое население и кто конкретно сдавался в плен, кто это был, чьи части, кем они были и где формированы, из какого населения, потому что население населению розни. Есть южное население, которое недавно присоединили земли, это мещане, это польско-литовские, хохлядские, такое население с определенным таким укладом, с определенным мировоззрением, своя хата с краю, ничего не знаю. И сибирское, скажем, население, это разные вещи, разное население. Поэтому кого он расстреливал, кто сдавался в плен, что за население. И мотивация может быть только одна, не хочу воевать, не хочу умирать, что тоже понятно по-человечески. Тогда с другой стороны возникает вопрос, а какая мотивация была у тех же Мадьяр, поляков, итальянцев, которых гнали сюда, как фашистов, вместе с фашистской Германией, вместе с немцами. Какая у них была мотивация? Те же самые Мадьяры, которые зверствовали на Воронежской территории, в концлагерях, которые устраивали, над мирным населением издевались, в Псковской области, в Тверской области концлагеря. Вот какая мотивация была у этих, скажем так, солдат, бойцов, фашистов? Они что, не хотели жить? Они что, они шли на чужую землю? Они чем мотивированы были? Или они точно так же сдавались в плен? Или они точно так же сбегали, дезертировали? Вот у меня сейчас вдруг возник этот вопрос, и я хочу в нем разобраться. Потому что если нет этой информации, а я вот как бы не слышала от такой информации, что они как-то массово сдавались в плен, или они массово дезертировали, они не хотели воевать, они не хотели погибать. Если они шли, и там не было, если они шли под смерть, под пули, в том числе они же погибали, их погибало много, их в конце концов наша Красная Армия начала долбасить, как положено. Не сразу там, не все время отступали, когда-то и наступать начали, и их убивали. Тогда какая мотивация была у них, если обычный человек, он естественно стремится избежать смерти, наказания, мучений, и если страх преобладает, то, безусловно, он бежит от этого. Это схватать и бежать. Это условные рефлексы. Базовые, кстати, условные человеческие рефлексы. То что мотивировало их? Какие рефлексы были у них? Или эти рефлексы были отключены? Тогда можно сказать, что сюда гнали уже не людей, а не людей, у которых уже прошиты мозги, если они там есть, или это часть сознания, это уже биороботы, у которых нету этих базовых инстинктов, которым всё равно умрут они или нет, которые просто наполнены жестокостью. Если это так, а судя по тому, как они себя вели в тылах над населением русским, они действительно были ненормальны. То есть они по жестокости садистские, и причём это массово садистские. Соответственно, это не человеки, потому что нормальный человек, он не будет издеваться над ребёнком беззащитным, не просто его убивать, а ещё изощрённого убивать. Всё не будет, если он человек. А если он не человек, если он уже какой-то модифицированный, то есть специально выращенный под задачу, под эту, под террор населения местного, то тогда возникает вопрос, что существуют эти анклавы, эти места, где выращивают подобных нелюдей. И надо этот вопрос поднимать в том числе и историкам, и историкам, и психиатрам всего мира, и раскрывать миру правду на эту сторону, потому что ну сколько можно молчать? Мы же видим, что это нелюдь какая-то здесь. Сколько можно делать вид, что этого не существует, что это просто политика? Это не политика. Политика это может быть в единичном случае, когда это массовые явления имеет, то это уже не политика, это что-то другое, потому что нормальный народ, какой бы он ни был, он не может быть жестоким по отношению к беззащитным. Даже у зверей этого нет. Даже звери, и то у них проявляется какой-то вид человечности, вот то, что мы говорим, быть человеком. То есть сострадание к слабому, к детенышу, даже детенышу, который, в общем-то, пищей является даже такой в животном мире. Они, бывает, защищают чужих детенышей. Казалось бы, в дикой среде у животных. А здесь-то куда делись базовые вот эти инстинкты человека. Или это не человек. Либо эти инстинкты были убраны, или погашены, или, так сказать, закодированы у этой массы, которую сюда к нам гнали. Значит, их успели подготовить к этой войне именно вот такого рода людей. И подобные роды людей, вот эти шариковые, так называемые, они возникают всегда, я уже об этом говорила в своих фильмах, они возникают во время революции, они как бы вылезают из ниоткуда, из каких-то анклавах, их запускают для террора населения. Их огромное количество повылезало в 90-е годы у нас. Они тоже терроризировали население. Потом куда-то исчезают. Это явление существует, и его надо изучать. И изучать надо, опять-таки, всем вместе, комплексно. И специалистам надо изучать. Если вы что-то знаете, специалисты, то вам надо народу это показывать, рассказывать. И пускай под чужими именами, но нужно как-то доводить это. Нужно найти эти источники, где их производят вот этих вот нелюдей. Надо их изобличать и выжигать, собственно говоря. Их надо как-то убирать с планеты Земля. Иначе это будет бесконечно. То есть их где-то выводят. Иначе бы давно бы закончились эти садисты. Их не так много. У правителей, да, глобалистов, садистов. Их не так много. Они не могут сами справиться с населением планеты или рулить планетой без своих помощников. Помощники должны быть абсолютно преданные. Но преданный это никогда не будет никакого преданного. Он должен быть просто зомбирован. Он должен быть биороботом. Другого никто никогда не будет предан. На 100%. Они должны быть уверены. Значит, им нужны вот такие зомбаки. Значит, все-таки здесь есть население. И здесь есть вот эти вот товарищи, которые выращивают вот этих зомби-солдат. Урфен-джусов такие. Урфен-джусы выращивают своих солдат. И поэтому про это написал вот честный товарищ Волков, который сказку написал волшебник изумрудного города. И надо еще в таком же роде писателям, хотя бы бы на сказательном роде, показывать эти места, намекать на них. Вы же знаете. Все же ничего не знают. Ну, кто-то же знает. Ну, надо человечеству эту информацию давать. Надо как-то с этими паразитами бороться, которые захватили планету. Ну, и когда я занималась этим материалом, мне YouTube подкинул сводку. На месте немецкого концлагеря в Воронежской области обнаружили массовое захоронение. Причем это вот свежее, 4 дня назад. Как альтернативщик я не могла не обратить внимание на то, что все это захоронение найдено в слоях песка глины. Хотя это Черноземье, в Воронежской области это Черноземье. Мои предки из Воронежской области. И если бы немцы перешли реку Воронеж, с той стороны была деревня моих предков, там была маленькая мама, ей было 4 года, ее молодая мать, моя бабушка, ей было 24 года, там сестра, еще дети были, еще моя прабабушка там жила. Если бы немцы перешли или мадияры вот эти, то, конечно, бы никто из них не выжил. И вот это все скрывалось. Сейчас я просто прочитаю. В Воронежской области поисковики обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Поисковики обнаружили. Не поисковики обнаружили, а просто, видимо, пришло время, рассекретили документы, которые на тот момент, вот когда была жива моя мама, моя бабушка, они были почему-то засекречены. Вот почему они были засекречены? Почему скрывали от советского народа вот эти массовые концлагеря, только сейчас это стало подниматься. Просто один за другим. Оказывается, Псковская, Тверская, Московская область, Воронежская область, концлагеря были. Мы ничего об этом не знали. Почему, на каком основании вы, вы, эти кагабисты, кто там, сделали это секретом от народа? Живы вы или не живы? На каком основании? Вы обманули нас всех. Я читаю. Почти 80 лет назад на этом месте находился немецкий концлагерь. По оценкам историков, общей сложности там содержали более 50 тысяч военнопленных и мирных жителей. Около 8 тысяч человек погибли. Раскопки идут в рамках Всероссийского проекта без срока давности при участии Следственного комитета. Спохватились, называется, да? Эти захоронения искали несколько лет. Страшные свидетельства времен войны нашли благодаря рассекреченным документам из архива ФСБ и аэрофотосъемки, сделанной немецкими летчиками 42-го года. На этом месте во время оккупации находился один из гитлеровских концлагерей. Вот когда они рассекретили. И еще сейчас опять засекретили документы, касающиеся времен Великой Отечественной войны. еще там на 40 лет, на 60 лет, до 2080 года. Представляете, что вы так боитесь? Вы боитесь того, что... Потому что следы поведут к вам, к тем, которые сейчас у власти. Потому что ваши предки здесь сидели, это они тоже участвовали в этом геноциде. Вот чего вы боитесь, и вы секретите от народа эти документы, чтобы он вас не разорвал отчасти от этой информации. ДУЛАК-191 был крупнейшим в Центральном Черноземье. Но здесь мы видим, что никакого Черноземья здесь нету в данной ситуации. Это говорит о том, что в XIX веке глинозасып был точечный. Да, он был на огромных пространствах, но он был точечный. Не было никакого глиняного потопа. Потоп это условно мы говорим. И не было никаких глиняных песчаных бурь, которые засыпали города. Это был точный сброс вместе с водой вот этой чистой глины. Мы видим, что она чистая, без примесей. ДУЛАК-191 был крупнейшим в Центральном Черноземье. Он находился на территории кирпичного завода у села Лушниковка. Массовые захоронения обнаружили недалеко от окружной дороги, близ Острогошка. На этом участке поисковики насчитали 15 ям, каждый из которых предположительно захоронено от 30 до 100 человек. Согласно выписке из разведсводки управления НКВД от 1942 года у села Лушниковка, размещался концлагерь. Вот видите, НКВД все знало, что здесь был концлагерь для женщин и детей. Скрыли все от народа. Утаили. Разведчики сообщали, Узников содержат под открытым небом. Лагерь огорожен колючей проволокой, в четыре ряда охраняется мадьярами. Пленников не кормят, медпомощь не оказывает большая смертность. Вместе с поисковиками на месте обнаруженных захоронений работают эксперты Следственного комитета. Останки погибших выборочно, забирают для изучения в лаборатории. Следственный комитет также запросил архивные документы по Острогорским гослагерям. Их несколько. Известно, что нацисты использовали пленных для строительства секретной железной дороги, прозванной в народе Берлинкой, дорогой на крови. В одном из рассекреченных актов описаны факты убийства детей и жестокого обращения с военнопленными. Узников заставляли работать по 10-12 часов, давали по несколько ложек баланды из воды Проса. Ежедневно в лагере умирало от 30 до 60 человек. Русский народ, вот доколе будешь скромно стоять в сторонке, посмотри, как евреи бьются за своих, за каждого погибшего, сколько они все эти годы получают компенсацию денежную. Им платят, всем их ветеранам. Они везде в Израиле и в России живут припеваючи. Те, которые выжили, которые остались, они друг за друга борются. А вы, что мы стоим в сторонке, русский народ, сколько можно скромно стоять, когда тебя вот так вот убивали, убивали наших женщин и детей. Причем эти женщины и дети, я вот просто понимаю, потому что, говорю, моя бабушка мне много рассказывала про войну, как они жили в это время, когда это было меж... Это уже ушли наши войска, они просто ждали оккупации. Это чудо, что не произошло оккупация. Я все это хорошо помню, мне было 12 лет, когда она мне все это рассказывала. Я понимаю, что если бы Мадьяры пришли в их деревню, Ново-Макарова, то никого бы там живых не оставили. Они бы выжгли все. И что получается? Что отцы на фронте погибают, ну вот дед мой погиб, отец моей мамы погиб, и убили бы семью, и никого бы не осталось, и никто бы не сказал за них словечко. Да еще эти вот, эти прихвостни, это Хрущев, Жуков, они все тоже утаили. Они что, не знали, что здесь делать? Они просто участвовали в этом. Они просто замешаны были в этом. Они просто прикрывали свои собственные шкуры. Вот эти все начальники КГБ, НКВД. Да, там были честные люди, которые бились и погибали в НКВД. Там было очень много честных героев. Реально их много. На том же Невском пятачке очень много погибших НКВДшников. Поэтому говорить всех под одну гребенку ни в коем случае нельзя. Мы говорим только об элите, которая была в сговоре. Потому что именно с элитой сговор. Это не с простым человеком подкупают. Простой человеку он не нужен, что от него зависит. Подкупают всегда элиты. Вот они продажные, эти элиты. Это из-за них, вот эти миллионы погибших, несчастных женщин и детей в том числе. Если бы говорили просто про военных, а я делала свой фильм несколько лет назад о геноциде русского народа. И мне писали, ну это же война, ну там же военные. Они же воевали, вот вам, не военные. Здесь очень много концлагерей, где убивали просто мирных жителей. И называют их советским народом. Извините, но на этой территории, на территории Ленинградской, на территории Псковской, Воронежской, Тверской области 99% это русское население. Это по всей статистике, 99%, посмотрите статистику, или словарь Брусгаура и Эфрона. Российская империя, кто ее населял, эти территории, их населяло русское население. Значит, это геноцид русского народа. Мирных граждан, женщин, детей русского народа. Это геноцид, который скрыли наши вот эти вот власть имущие. Троцкисты, вот этот Хрущев, Хрущев, Жуков ему помогал. Все скрыли, не поднимали погибших, затаивали все. Только сейчас это все началось. Только сейчас. Но лучше поздно, чем никогда. Но посмотри, что они творили. Даже за это, вот за это сокрытие и то это преступление, что вы сокрыли от народа, настоящие, настоящие вот эти вот жертвы. Вы сокрыли. И мы даже не могли, мы не знали их имена, мы даже не предполагали, какое количество людей погибло. Просто так, вот несчастных людей. Если вы, мужчин там, да, вы могли сказать, он мог биться, не биться. Чем он мог биться, если он оставался безоружный? Когда Жуков сделал все, чтобы попали миллионы без оружия. Чем им надо было биться? Камнями, что ли, отбиваться? Или глиной наесться, чтобы самоубиться? Каким образом? Они так и попадали в плен, потому что они были абсолютно безоружные. Это все было создано специально. Это что, не геноцид? Все, кто устроил вот эту бойню во веки веков, нету действительно срока давности этим преступлением. И тем, кто это скрывал, тоже нету. Это такое же преступление. Сокрытие преступления, вот этих вот номенклатуры советской, они такие же преступники, потому что они секретили это все. Мадьяров было жалко, потому что потом это была советская зона, и как же у нас там, это были советские государства, вернее, не советские, а социалистические государства, Венгерская народная республика, Румынская народная республика. Но неудобно же нам, но ничего, там поубивали тут эти, там 8 тысяч, там 10 тысяч, где-то 50 тысяч, под Псковом там 80 тысяч, да и ничего страшного, подумаешь. Главное, чтобы лицо сохранить с этими румынами, мадьярами. Да, безусловно, среди них тоже есть замечательные люди, но откуда тогда это массовое, массовое количество таких нелюдей-то взялось? Откуда? Скажите, мадьяры эти, румыны, скажите, откуда? Вы там героев у себя как будто к ним родину они свою защищали. Что вы защищали-то в Воронежской области? Чью вы родину защищали в Воронеже? Когда вы убивали этих, издевались, вы жгли их, просто их жгли на кострах этих детей. Кого вы защищали? Какую свою родину вы защищали здесь, на нашей земле, мадьяры? Вам придется за все ответить. Вашим потомкам за все придется ответить. Вы никогда не уйдете. Вы не уйдете. Где бы вы ни были, живы вы или мертвы, вам придется ответить за каждого нашего убитого ребенка. И не только мадьярам, но всем фашистам, всем нацистам, всем нелюдям. Всем вам придется ответить. Тем более, сейчас в Воронежской области сделали им еще мемориал, им там сделали кладбище этих мадьяров. И везде глина. Еще раз, здесь уже как альтернативщик. Еще раз повторю, что в 19 веке был выборочный сброс глины. Это было огромное пространство, но это было выборочное. Никаких песчаных бурь не засыпало города, как говорят некоторые альтернативщики. Это была дезактивация ядерных отходов и трупов, которые там оставались. Так что возможно, что вот на этом месте Острогожска, где вот этот вот глина засып, глина за нос такой, сброс глининый, возможно, что там были еще какие-то города в 19 веке, которые были уничтожены ядерным взрывом. Это уже еще к ним сюда пришли, но вообще не дают просто людям. Русский народ, надо что-то делать, посмотри, как нас убивают. И все такие скромные, все должны молчать. Почему евреи не молчат? Почему евреи за своих борются? Почему мы, русские, за своих не боремся, за своих погибших? Тогда мы предатели, тогда так нам и надо. Но я, например, так не считаю. Я это говорю и говорю это вслух. Я считаю, что надо, чтобы каждое преступление, каждый преступник ответил за свое преступление, вот за этих невинных жертв, которые не оставили потомства, их уничтожили под корень, их мужья погибли на войне, а их здесь уничтожили под корень. И все это скрывалось и секретилось вот этими главарями, КГБистами, тем же Андроповым, который, как выяснилось, теперь коллаборант был, агент ЦРУ, тащил Ельцина, Горбачева и Татандропов. О, как заслали, как они работали. С нами рядом, бок о бок, живут нелюди. Мы должны это знать. Хватит глаза закрывать на правду. И даже если они похожи на людей, выглядят как люди, это не значит, что у них нет генно-модифицированного ДНК вот этой жестокости, когда они вдруг выползают из ниоткуда, либо их действительно где-то производят, у них нет ни семьи, никого, их не жалко. Я говорю о мотивации их, потому что они как будто идиоты. У них нет вот этого инстинкта самосохранения. Сюда поперли, и их убивали, и они здесь погибали, потому что они думали, почему-то о нас зашло. Но сейчас появилась информация, что оказывается среди итальянцев, вот это же вся Европа сюда перла, не только же нацисты, они всех сюда подгребали против Советского Союза, идти против советского строя, как они там говорили, ну, в своей пропаганде, или как нам говорили. На самом деле это нужно было просто очистить территории от русского населения, именно от русского. Советского это потом уже, потому что защищались именно те территории, где массово проживал русский народ. Массово. Так вот, оказывается, две тысячи итальянцев отказались идти на восток, военных итальянцев, и их всех расстреляли, фашисты, за то, что они отказались. И мы тоже этого не знали, про это тоже все молчали. И вот за этих погибших итальянцев, которые отказались сюда идти, и они были люди, и их уничтожили, вот эти нелюди. Потому что люди не хотели идти и убивать другой народ. Вот люди, и их уничтожили. А вот эти мадьяры приперлись сюда, значит, они были нелюди. Они уже генно-модифицированные, и об этом надо говорить. Нельзя это замалчивать, что якобы они просто были, они просто вот не знали, или что у них там было. Что они там какую-то родину свою защищали здесь, в Воронеже. Румынскую, там, Мадьярскую свою родину, цыганскую. Никто не забыт, ничто не забыто, и никто не прощен. Мы не простим этого. Никогда не простим. Этому нету срока давности. Где бы вы ни находились, убийцы, какой бы точки вселенной, в каком отду бы вы ни находились, вы будете вечно в аду. Вечно. Вечное вам проклятие от нашего народа. Вот за этот геноцид, не только в Великую Отечественную войну, это просто все скрылось. А что вы творили, а что вы творили в Первую мировую, в Венгрии, астровенгры, такие же нелюди, когда уничтожили, это была информация пять лет назад, сейчас я не могу найти в интернете, когда было уничтожено два миллиона русского населения в Галлицкой Руси. А потом там оказались вот эти бандеровцы. А до этого там было русское население, которое уничтожалось по национальному признаку, уничтожали именно русских два миллиона. Она должна быть, эта информация, она рассекречена, но ее просто прячут. Возможно, кто-то из вас найдет эту статью, которую я видела четыре года назад. И мне бросилось это в глаза. И тогда я так вот не занималась этой темой. Два миллиона русских вырезали просто, австро-венгры, девятнадцатый год, 1919 год. И в девятнадцатом веке это было. Я говорю, их где-то производят. Надо найти, во-первых, надо найти эти лаборатории. КГБисты, вы же знаете, ФСБшники, вы знаете, где эти лаборатории. Честные люди среди вас есть. Надо уничтожать вот эти центры, где изготавляют вот этих нелюдей. И дальше надо, конечно, уничтожать тех или выставлять на Нюрнберг, уже третий Нюрнберг. Выставлять тех, кто их производит, вот этих нелюдей. Кто сам нелюдей является. Вот их надо показать и перед всем человечеством их осудить. Потому что, если этого не произойдет, они будут продолжать убивать и геноцидить народы. И уничтожать планету. Якобы они за нее борются. Нет, они ни за что не борются. Они ненормальные. Они вообще тупые. Они тупые, но ненормальные. У них, да, у них есть интеллект, но он интеллект, он у них извращенный. Там нет ничего человеческого. Они способны только цифрами, люциферы. Они цифирами своими. Только цифры для них важны. Каббалад для них важна. О чем Грейб говорил. Они землю сожрут. Они тупые. Они землю сожрут, они сами погибнут. Но как любой разум паразит, он пожирает своего, он пожирает тело и сам погибает этот паразит. Он не понимает, что если умрет тело, он тоже умрет. Но вот такие они тупые. Но что-то надо делать с этими паразитами. Но очень хорошо, что это стало скрываться. Это впервые, когда стали поднимать этот вопрос о геноциде, пускай советского народа. Потом дойдет дело и до геноцида русского народа, когда это будет формулировка звучать. Она должна прозвучать, что был геноцид русского народа. Не только советского, а именно русского народа. За все ответите. Благодарю за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на мои каналы. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. Верьте в себя. Закаляйте свою волю. Свой внутренний стержень. Всех вам благ. Еще раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok